так друзья сейчас мы находимся в центре самых серьезных опасностей возле меня море весь океан а здесь фандр все это время тут стоит коробка light flight все потому что мы его привезли пешком компьютер компьютер в этой сборке от light flight вот такие вот дела ну что ж сейчас я хочу экскурсию по дому и экскурсию по твоему рабочему столу ждал вообще долго это все дело до месяц 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 пришел я думал побольше ты в курсе то что мы начали собирать состав тебе да это он самый да класс получается это пруд где сейчас 300 рыб как минимум ну да здесь то есть было очень много мальков выпущены сюда плюс все что мы ловили с отцом типа сюда выпускалась здесь много икры то есть был нерест ну да то здесь их очень много если закинуть кусок хлеба здесь прям будет вода бурлеть как пиранья я прокачиваю пока челеку у которого свое море если у вас нет моря не пишите сайки вы живешь и русский чувак это так здесь прямо по два батона кидаю по два батона некоторых нет и что-то кушается что-то максимально незрелищно когда если может быть более незрелищное что-то может быть короче история с цирком у нас не получилось так что сейчас давай уже поближе к тому дому здание здравствуйте нас впервые так встретили сейчас посмотрите что у нас происходит на столе мы покушаем и зарядим на свои девайсы и дальше уже начнем снимать ты знаешь историю с чаем такая же была ситуация я хотел чтобы он бы стал проигроком но сейчас у них результаты не очень расскажи про свою сейчас форму насколько она хороша насколько она плоха сейчас чай возвращает форму это очень долгий процесс и ну расскажи про себя какая у тебя форма сейчас и какие у тебя планы на отыгровку ты играл против не бывших недавно что тысячу как ты себя чувствовал верен или нет на самом деле сейчас форма у меня вполне себе играбельно все хорошо меня все устраивает ну конечно всегда есть на чем работать нет ни у кого так скажем потолка мне хочется развиваться это главное не хочется играть в игру быть самым лучшим в игре я у меня цель стать самым лучшим снайпером в снг я думаю к этому приду единственная проблема которая у меня была до этого это нестабильная фпс низкая герцовка монитора играл на 120 герца и соответственно когда ты играешь против ребят у которых все вполне совсем по-другому все на высшем уровне ты чувствуешь вот что номинацию ну да доминации есть вот разница и ты чувствуешь на просимой мониторе вот так что убивать без шанса и ты понимаешь что ну нет у тебя шанса ну ты ничего с этим не можешь сделать и но сразу из-за этого я расстраивался советская расстраивался я терял какой-то фокус еще что то есть это единство что может меня вывести себя из колея я чувствую себя настолько убитым но сейчас будет самое интересное распаковка компьютера я не знаю как выглядит я не знаю как выглядит кресло я не знаю вообще ничего это будет очень интересно в общем а вот как выглядит комната фандера я могу заметить одну книжку их много но я заметил только одно курочки польза красота позитив я просмотрел некоторые странички потратил две минуты и теперь я понял что у куриц много пород они очень разнообразно это все породы куриц похоже на тему это да но мы вам показывали я уже стою перед готовым компьютером и вспомнил что я не просил поставить лайк поэтому спасибо каждому любой лайк это поддержка и пока с того что вам это нравится и мне стоит продолжать это хоть какой-то показатель так что пишите комментарии оставляйте лайки и понятно дело подписывайтесь на канал если вам нравится то что я делаю на самом деле ладно я возьму паузу небольшую пожалуйста 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 не пишите записываю пожалуйста не пишите мне эрик пока чем не пока ребят это не так работает пожалуйста и не стыдно уже заходите в личку вконтакте закрытую мне просто стыдно вообще где-то читать комментарии где вы мне пишите про ваш фпс про вашу прокачку я не могу помогать теперь это рубрика является вспомогающей мы растим профессиональных игроков и получаем какой-либо результат уже на фрус цене это наша цель пока такого не было надеюсь founder это первый человек такие дела поэтому пожалуйста не пишите никуда это лишний спам это неуважение себе потому что если я делаю набор через рандом игроков я делаю анкету как это было в первых выпусках но больше такого не делаю потому что не хочу посвящать канал просто прокачка прокачка это просто под рубрик поэтому все я надеюсь то что такое не будет я с этого момента буду блокировать все что я буду видеть ребят это не так работает я не могу по просьбе кого-то кого-то прокачать ладно все я надеюсь меня поняли все уже мы здесь видим первое место дал гейминг 150 тысяч рублей он заработал с этого турнира понятно дело 30 тысяч рублей расскажи историю как ты заработал как нити перевели их переводили на карту отправляли им все реквизиты и потом отправлять течение месяца полный день и мы не должны были выигрывать честно скажу этот турнир а кого-то выру мы в финале выиграли там пущать миксы были на это кто-то был второе второе место заняли norbert она находила можно будет ставочку сделать да окей а то есть состав пока пока я грек треки и и герой мы не должны были в принципе выходить в основную часть турнира там есть один клатч достаточно там количество нормальных просмотров набрал клач 1 в 3 по моему или 11 в 3 на b пленте надо от кого от меня мы 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 в общем выигрываем этот плач а он на допы выходит и мы на допах выигрываем ребят и проходим уже финальную часть турнира а мы должны были поиграть потому что любой ретейк на дасти 3 в 1 2 в 1 он не ну не делается потому что человек стоит забирает окно человек стоит забирать 2 то есть выйти из этих позиций а мне будет 10 у вас этот момент на экране я сам не видела не пойму чем речь что-то это добавим к уличка бляйка прошу ты молодец его рот со стать блядь ёбаным рот это пизда Ладно, давай начинать по твоему компьютеру. Сейчас у тебя здесь кресло, оно по сути живое, но тебе это придется отправить нам. Ну да, оно чуть убитое. Что? Кого-то кто-то взял иголкой. Это кошки, привет. У тебя есть кошка? Была кошка. Может, ты будешь с курицей? Нет, это была кошка. Мышка Зови, ЕЦ2А. И что могу сказать? Хорошая мышка, но, во-первых, на ней остаются следы очень сильные. Да, я постоянно протираю. И у нее есть провод, дружище. Провод сейчас, в наше время. Поэтому вот эта штука, она тебе больше не нужна. Сколько она стоила? Два с половиной тысячи. Две с половиной тысячи. Зови, Бенкер. Это жестко, это жестко. Окей, по клавиатуре у тебя обязательно у НМС какая-то компания. Я ее за тысячу купил у знакомого. Плана на это отмена. Получается, ну, тысяча рублей клавиатура. Да, я просто. Мышка 3, 4. Ммм, обменялся с Дэйвом. Это Дэйвом, мышка. Ей уже 4 года. Так, ладно, наушники, что с ними? Это HyperX. А что с ними? Это мягкие амбушюры. Дай. Это не резиновые. А, ну да, по-моему, они поприятнее. Они уже звукоизоляция от родителей у них. Но они поприятнее. Так, ну ты взял новую лампу, которая подключается через USB к компьютеру. Да. Это круто. Да. Это огромный блок. Сколько оно стоило? Две с половиной. По монитору у тебя, кстати, это самый лучший монитор. Ну он старенький, это не пэшка. Это 2411, там без дисплей порта и Color Vibrance. Поэтому картинка очень тусклая. В общем, все мы поняли. Общая сумма всего этого дела у вас на экране, примерно. И по компьютеру, какое у тебя тут железо, видеокарта, процессор и оперативки? HDX 1060 на 3 гигабайта и опять 4 790 кей. 16 гигов, одна может быть, возможно, не работает. Сколько это примерно все стоит? Покупал процессор за 15 тысяч с рук. Так он стоит, по-моему, 20 копейками. Видеокарту мне подарил зритель. Он сказал, я хочу тебе сделать помощь, поддержку. И мы встретились в Москве, пообщались с ним, он мне подарил видеокарту. Да, ты же сказал. Да, ну все, монитор сам покупал. Сейчас ты играешь в просто академию. Да. Но ты еще не подписывал никакие контракты и так далее. Так как ты знаешь, у меня сейчас организация строится, я тебя вижу в составе как снайпера. Поэтому, ребята, это, наверное, первое заявление о том, что фандер будет тестироваться, будет возможно, что он будет в составе. То есть осталось найти 4 человека. То есть мы будем отталкиваться от того, что у нас есть уже абапер. Такие вот дела. Я думаю, что у нас все получится. Да. Ну ты уверен, что ты сможешь на Bootcamp приезжать? На 2 месяца. Да. Окей. А так 2 месяца у нас будет онлайн. Да. Я не знаю, мне очень хочется начать уже делать что-то с организацией. 5 тысяч заявок было, если что. 5 тысяч заявок на организацию. Какие дела? Вообще, расскажи, какую ошибку ты делал в киберспорте? Может быть, тебе надо было раньше обновить компьютер? И самая главная ошибка моей была, я всегда верил в то, что если идет стабильный состав, где есть стабильный состав, то рано или поздно он выстрелит. Ну то есть вы будете много работать, разбирать все ошибки и по итогу вы индивидуально все вырастете и будете жесткой командой. На самом деле это неправда. Состав строится из индивидуальных качеств, да, то есть как характера, так и игровых. По ролям все это смотрится, делается, смотрите синергию в коллективе и так далее. Нужно иметь всегда лидера и все в этом духе. А я очень большой промежуток своего времени уделил тем коллективам, которые рано или поздно распадались. Ну допустим, вот есть 5 игроков, вы тренируетесь, все работаете, вроде все получается, есть какие-то нюансы, вы фиксите. И один игрок рано или поздно берет и уходит, по той или иной причине. Вы находите нового, мотивации у 4 игроков уже становится все меньше, потому что правильно игрок ушел, играть не так хочется, опять все по-новой, новому игроку все объяснять. А если ты капитан, то это вся работа по-новой, заново, вся эта рутина и так далее. И вот так вот один ушел, другой пришел, один ушел, другой пришел, дезбанд, новый состав. И ты тратишь времени на те составы, выиграть в квалификации, попадать в против жестких чулов, команд, игроков, миксов, кого угодно. И ты сам почувствуешь и видишь, когда игроки боятся противников, когда они не тянут по индивидуалке. Дай лучше TeamSpeak команды, то есть про команды, которые восхищаешься, как они общаются с TeamSpeak. Астралис? Да. Видел Петрика обзор? Я видел Петрика обзор, хороший, я видел и до Петрика, вот оригинал. Окей, ребят, оставил по-схатски ролик Петрика про то, как Астралис общаются в TeamSpeak, очень интересный ролик. По факту есть очень классные мелочные детали на карте, которые команда иногда даже не обсуждает во время раунда. Который мне, например, не понравился TeamSpeak, это Virtus.pro последний. Очень много фуда. Казаки. Да. Перекрики у друг друга, очень большой фуд. Даже капитан бывает сам говорит, ребят, дайте звук потише, я ничего не слышу и так далее. То есть идет такой спич в игре, что ребята сами не слышат, что происходит. Ладно. Прикольно. Все? Давай, давай. Ну а сейчас настало время после кресла, как мы его собрали, пока не будем говорить мнение о нем. Но оно приятно выглядит, такое чувство, что это алькантара. А вы сами понимаете, что такое алькантара, это дорого, богато, прекрасно. Ладно, давайте смотреть. Это компьютер Light Flight. Есть такой ютубер, Бендерчат. Раньше он конкурировал с Лаложкой. А Бендерчат сейчас оператор этого ролика. А Лаложка прислал этот компьютер, потому что он открыл свою компанию, где он собирает компьютеры и продает их. Да, он не просто играет в Майнкрафт целыми днями, но еще и владелец хорошего бизнеса. Он собрал компанию, которую назвал Light Flight. Они собирают компьютеры, делают сборку, как и другие компании. Но у них некоторые изменения в ценовой политике, по сравнению с другими. На сайте вы сразу видите некоторые сборки компьютеров, ну а также сразу средний фпс в играх. К примеру, покупаешь компьютер за 44 тысячи и видишь то, что в CSGO будет 231 фпс. Если вы предпочитаете собирать компьютер самому, то это можно сделать у них. Они собрали классный конфигуратор, который дает вам возможность реализовать всю вашу идею. Я думаю, что доверять Лаложке можно. Пока компьютер не подвел, фантер им доволен. И я думаю, что это должно продлиться долго. Ссылочку на сайт Light Flight я оставлю в описании. Ну а самое главное, ребята из Light Flight решили разыграть такой же компьютер, который мы подарили сегодня фандеру в паблике ВКонтакте. Поэтому после ролика обязательно прими участие и может быть именно ты прокачаешь себе ПК даже без моих роликов. Понимаешь, о чем я говорю? Ссылка на паблик Light Flight будет в описании, поэтому ждите там конкурса, либо он уже там есть. Light Flight, как они называют себя, идеальное соотношение цена-качество. Ну давайте проверим. Ну давайте посмотрим, что это вообще такое. Вот такая у нас коробочка приехала в стиле дерева и вот такие вот неплохие замки. Давайте попробуем их открыть. Хотя откроют по стиле. Давай. Так, здесь у нас около 70 тысяч рублей, либо 80. Все мы вам расскажем, объясним и так далее. И самое интересное, то что нас встречает Эра Кул. Они от нас никуда не уйдут. Так, а, так, все, это весь компьютер. Так, давай туда. Давай. Не, там есть держалки. Так. Ну что ж, начинается распаковка. И сейчас самый будет интересный момент. Посмотрите, как выглядят кулеры. Мне кажется, они здесь вперед становятся. Light Flight. Что за железо, вы спросите? Я написал ложки. Бро, давай компьютер. Давай компьютер. Давай пробовать работать. Это было рандомно. Мы не будем рассказать историю, но это очень рандомная история. Он уже помогал Дилайту. Дилайт создал буткемп на 5 человек. И все компьютеры у него от Light Flight. Получается, эта сборка стоит около 80 тысяч рублей. У вас на экране сумма и все его характеристики. Такие вот дела. Сборка составила там максимум 3-4 дня. И компьютер был у меня. Это все прекрасно, быстро. И самое главное, что мы теперь не тратим время на поиск каждого спонсора. То есть, наша проблема была всегда в сборке. Мы покупали что-то там, что-то там, тратили много денег. А сейчас Рома дает просто такой компьютер, и мы можем просто его снимать. И самое главное, это то, что такой же компьютер он будет разыгрывать в паблике ВКонтакте. Об этом чуть позже. Ну что ж, настало время. Мы теперь можем представить вам новый компьютер Funder. Мы его полностью собрали. Монитор, компьютер, девайсы, кресло. Все у нас есть. И сейчас я хочу сделать небольшую презентацию. Ну что ж, что у нас по девайсам. Мы не стали придумывать что-то новое. И взяли то, чем я сам пользуюсь. Чем пользуется большое количество проигроков. Это девайс от Logitech. Сначала в этом выпуске должны быть другие были девайсы. Но из-за того, что были некоторые обстоятельства, я написал с Logitech за 3 дня до этой серии. О том, что пацанам нужна прокачка. По-братски помогите. И они это успели сделать. Поэтому за такие быстрые действия им респект. Это поэтому они сейчас настолько известны. У нас мышка. Это Logitech G Pro. Мышь у нас Logitech G Pro Wireless. Разработана как идеальная мышь для геймера. 50 киберспортсменов и стримеров постоянно тестировали ее, чтобы подобрать идеальную форму, вес и вид. Она очень легкая, весит всего 80 грамм. И при этом аккумулятора хватает действительно надолго. Сам пользуюсь каждый день. Сделал на ней минус 4 старичками из Navi. Так что я очень доволен. Идем дальше. По клавиатуре. У нас та клавиатура, которую я сам пользуюсь. Только есть небольшая разница. Я пользовался небольшое время на голубых свечах. Но сейчас мне приставили коричневый, чтобы они были бы тише. Но для проигроков больше нужен именно синий цвет свечей. Потому что они лучше реагируют на ваши действия. Ну, делать стрейфы те же легче и так далее. Но мне нужна тишина, потому что они очень громкие. Поэтому останусь на своих коричневых. Клавиатура Logitech G Pro. Опять же разработана для про геймеров. Опять же на ней играет куча топов. На ней играю я сам. Я не вписываю себя в топы, если что. Роскошная RGB подсветка. Очень стильная и компактная малышка. А на столе занимает минимум места. Так как отсутствует нампад. А это удобно. Зачем нам геймерам нампад? Мы же не бухгалтеры какие-то. Быстрые свечи, которые издают щелчок при срабатывании. Всегда понятно, проржалась кнопка или нет. Киперспортсмены любят именно такие. Я говорю про синие свечи. Но, понятное дело, есть и другие свечи, если ты любишь более тихие клавиатуры. Наушники. Очень интересная тема у этого монитора. Их можно закрепить вот на такой штучке. Это интересно. Наушники, опять же, как у меня. Это те наушники, которые мы дарим уже не в первый раз. Очень интересные. Ну и подробнее о чем-то расскажу. Наушники Logitech G Pro. Это топовое решение Logitech, разработанное для самых требовательных геймеров. Невероятно надежная и удобная конструкция. Можно играть часами напролет. В комплекте идут как амбишуру из искусственной кожи, так и тканевые. Топовый микрофон профессионального уровня. В программе G-Hub можно качать пользовательские пресеты для наушников и микрофона. Есть даже настройки от топовых стримеров и проигроков. По коврику все опять же как у меня. То есть это реально мой набор и весь. Отличается только цвет мышки и свитч вот здесь. Больше ничего. Вот все одинаковое. Большой коврик это Logitech. Ну, рассказывать подробно не буду. Просто хороший коврик, который, я думаю, прослужит долго и надежно. Видимо, самое главное это монитор. Он самое большое. Занимает место на рабочем столе, по сути. И я его не взял от спонсоров. Я его купил за свои деньги. 40 тысяч рублей. Ну, плюс-минус там 500 рублей доставка. И сам он стоит 36 тысяч рублей. Ну, да, я накрутил 2000. Ну, окей. Ну, а так он самый профессиональный из всех профессиональных. Это XL2546 240 Гц. Это первый монитор, который мы делаем в прокачке ПК, который 240 Гц. Все остальные ПК были вместе с 144 Гц. Это все потому, что в этом выпуске настоящий проигрок, которого мы ждем все в команде CyberShock. Об этом чуть позже. Но это, возможно, претендент на будущую команду CyberShock. Он пока об этом не в курсе. Короче. Да. Да. Ну, что ж. Я думаю, что можно кресло оценить. Го сюда кресло, дружище. Не знаю, сколько это стоит на самом деле. Будет интересно смотреть в монтаже, сколько оно стоит. Но выглядит на 1012. Сидится. Сейчас скажу, на какую сумму. На 1012 как раз. Вот мне кажется, 10-12 тысяч это ее цена. Мне так кажется. И сейчас она стоит 40. Так. Блин, комфортно. Правда, комфортно. Я вот клянусь, я только что заснул на нем. Оно приятное. Это кресло автокомпания Airacool. Вариант для тех, кто проводит много времени за компьютером. С помощью газлифта человек может настроить кресло под собственный рост. На самом деле, я полежал. Я без шуток заснул на этом кресле. Оно максимально мягкое, приятное. Я буду это кресло называть Airacool Alcantara. Похоже реально. По монитору. Мне нравится тем, что он может дергаться. Он регулируется, не знаю, там от начала до конца. Как будто сидишь в кресле каком-то автомобильном. Все делается. Смотрите. Можно спустить, поднять, альбомно поставить, коммижны. Что еще он может? Подниматься, спускаться, умеет. Ну, короче, он все делает. Слушай, ну, мышка супер плавно ездит. Она очень легкая. Это очень непривычно, потому что на Зове она гораздо тяжелее. У меня есть грузики? Грузики нет. Можно поставить вот эту штучку. Для того, чтобы туда ездить дополнительно даются. Грузики нет? Ага. То есть можно купить будет. Да, можно купить. А что, у тебя слишком маленькая она? Может. Либо у меня... Слишком легкая. Либо мышка слишком легкая. Но, слушай, ну, все равно она очень приятно ездит. Говорит и классно. Слушай, ну, звукоизоляция такая, что я не слышу абсолютно ничего. Ты меня понял? Нет. Вы что говорили? Да. Серьезно? Серьезно? Да. Ладно. Окей. Но это очень странно. Слушайте, ну, ощущения совершенно другие. Ну, типа, мне настолько непривычно смотреть на эту картинку. Она хорошая? Да, она очень крутая. Ну, то есть, во-первых, выделяются на фоне, выделяются модельки. Чего до этого не было. У меня не было контрастности. То есть, я смотрел на фон, и на фоне моделька, она сливалась полностью. И, соответственно, твой глаз не может насоригировать должным образом. То есть, на мониторе прошлого у меня не было корр вибринса. А это говорит о том, что картинка очень ненасыщенная. То есть, она супер мерзкая, супер монотонная, никакая белая. Вот. Сейчас нужно будет играть очень много демо. Клавиатура. Мне нравится, что четкие клики. Я знаю, когда моя моделька останавливается. Мышка очень классная тем, что на ней очень приятные глайды. Скользит очень хорошо. Плюс ковра в том, что никогда рука не будет съезжать с него на стол. Соответственно, будет всегда очень удобно. Вот. Наушники офигенные. Звукоизоляция на них, ну, очень высокого уровня. То есть, не знаю, знаешь, как вертолетные вот эти, которые используют на турнире. Окей, конечно, ты доволен. Да, спасибо. Друзья, ну, получается, это конец выпуска. Всем большое спасибо, кто смотрел. Это была прокачка очередная с Фандером. Надеюсь, что у нас все получится с ним, и у нас будут успехи в организации. Ожидайте выпуски первые с командой. Надеюсь, что это будет совсем скоро. Пожалуйста, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, если вы еще не сделали это до этого. Ждите новый ролик. Он выйдет совсем скоро. Пока. Всем пока, ребят. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok